27 ноября стартовала неделя научно-образовательных мероприятий, приуроченных к 230-летию со дня рождения великого ученого Николая Ивановича Лобачевского. Неделя началась со второго турнира математических боев. Мероприятие состоялось в Институте математики и механики имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Сегодняшнее мероприятие называется «Математические бои». Здесь принимают участие школьники, команда школьников, начиная с седьмого. В прошлом году в первый раз проводили мы такие соревнования, там были участники седьмых, восьмых, девятых, десятых классов. Всего в математических боях приняло участие около 120 школьников из разных уголков Российской Федерации. Конкурсантами стали ученики седьмых, девятых классов, разделенные на три группы соответственно. Первой задачей для ребят стало создание команды, после чего участники приступили к самим боям. Правила конкурса довольно просты. Послушать вопрос, обсудить с командой и поднять карточку. Право на ответ получает та команда, которая первая поднимет карточку. В случае неправильного ответа право голоса переходит к другой команде. Цена каждого вопроса – один балл. Выигрывает команда, набравшая большее количество баллов. Мне очень понравилось это мероприятие. Нам предстоит сейчас бой. Мы очень в впечатлении в достаточно большом. Мы с нестерпением ждем боя. Мы благодарны КФУ за то, что нас сюда приняли. Победителями мат-боев стали команда ITL – седьмой класс, команда «Алгоритм победы» – восьмой класс и команда «Интеллектуалы» – девятый класс. Математическая неделя завершится 1 декабря в день рождения Лобачевского возложением цветов к бесту математика.